Если она вот так вот не проснется на запах, что ты делаешь? Софи! Софи! Софи, стой! Эй, официант, еды подай! А-а-а! Алиса! Алиса, ты беги! Это нагло, Юми! Последнее, отобрать у другого! Привет, я Энни Мэшик и... Где все? Энни Мэшик, иди сюда, идите сюда! Сегодня 6 апреля, а это значит... Ну, ролик выйдет немножко позже, что сегодня у моего песика, моего любимого мальчика, день рождения Ивасику исполняется целых 8 лет! Вы можете себе представить? 8 лет! Поздравляю тебя, сынуля! У меня возникла идея такой прикольной рубрики, я думаю, вам понравится, мне лично, я лично очень этим горю, повторять еду человеческую. Если вы помните, я делала как-то ролики с тортами, по традиции я вообще всем своим животным на дни рождения готовлю тортики своими руками. Также я делала мороженое собачье, печеньки, орео. И я подумала, что будет прикольно делать собачью еду или кошачью в виде человеческой, например, кошачьи суши, или повторить меню Макдональдс, но сделать его для животных. Как вам эта идея? Голосуйте в вопросе, ставьте лайк, если вам понравится эта рубрика, и мы будем постоянно ее снимать. Конечно же, пишите поздравительные комментарии Ивасику с днем рождения! Тем более, что они появляются вот здесь, вот я их читаю, ставлю сердечки. И в честь дня рождения Ивасика мы будем делать не торт, а собачью пиццу. Так как собакам можно овсянку, геркулес, я сделаю муку из овсянки. Звук пишем мы на камеру, потому что микрофона до сих пор нет. Вот столько получилось у нас примерно муки. Так как у меня есть подозрение, что особо муку никто просто так овсяную есть не будет, потому что там все-таки в пицце будет основной ингредиент мяса и овощи, и тесто у пиццы должно быть типа тоненькое, поэтому я думаю, что нам этого хватит. Ох, ну давайте попробуем, я сейчас набью водички чуть-чуть. Понятное дело, что собакам, кошкам и другим животным не нужны человеческие добавки, такие как сахар и соль, поэтому мы, конечно же, их сюда не добавляем. Я не знаю, получится у меня или нет, или у меня опять будет какой-то рукожопства. Сейчас добавлю сюда вот слегка обычной муки, чтобы раскатывать тесто, чтобы у нас ничего не прилипало и не слипалось. Даже Эйван наш именик прибежал. Ну потерпите, потерпите, скоро все будет. Самое интересное позже. Честно признаюсь, я, может быть, второй раз в жизни вообще что-то раскатываю скалкой. Я не помню, когда я последний раз это делала. Капец. Я для себя не пеку, а для собак пеку. Почему у меня такое кривое? Как сделать из этого кружок? Черт. Что это? Что, блин? Что я делаю не так? Надо в разные стороны раскатывать, но я раскатываю. Что это такое? Что это такое? Это разве пицца? Это пицца по-вашему? Надо постепенно это делать. Вот. Уже что-то более-менее похожее на круг. Смотрите. Оказывается, не так уж легко раскатывать тесто. Я уже устала раскатывать его. Нет! Оно прилипало! Ладно, давайте попробуем сделать кружок. Когда вот эти лишние кусочки отрезают от пиццы, от всего, куда их потом девают. Когда я была совсем-совсем маленькой, кто-то пек, я не помню кто. Оставались вот такие вот маленькие кусочки. И из них всегда ребенок какой-нибудь, когда маленький, вот я была маленькая, можно было что-то типа слепить свое, подложить так противень. Типа, это моя фигурка, там или что-нибудь нет, вот можно из этого что-нибудь придумать. Давайте попробуем. Так, ну. Для первого раза это даже неплохо. Теперь наша задача отодрать это оттуда. Смотрите, какая у меня есть штука. Чтобы жарить что-то, например, и переворачивать было легко. И у меня есть предположение, что у меня получится этим скребком. Давай, детка, пожалуйста. О, давай. Я победитель по жизни! Пицца отшкреблась! Все, супер! Это мой первый раз. Не судите строго. Одинокий комочек. Так как собакам нельзя очень жирное, у меня практически обезжиренная сметанка вот тут вот. Для того, чтобы сделать типа соус для нашей пиццы собачьей. И томатная паста, которую я купила, экологическая, в ней никаких добавок соли, перца, сахара, вообще ничего. Она сделана полностью из помидоров. Поэтому такую пасту можно. Нельзя добавлять тупо кетчуп, как людям можно, или какой-нибудь томатный сок, в которых добавки. Это не надо, собакам не может случиться какая-нибудь аллергия. Крышечка! И я хочу... Правда, киска Алиска спит, и мне так жалко ее будить. Если она вот так вот не проснется, на запах. Киска Алиса даже на запах сметаны не просыпается. Посмотрите, как она крепко спит. Ой, вкуснятина сегодня в честь праздника и то, и другое. Кто смотрит канал, уже давно знает, что у меня собаки едят только корм, платинумы, никаких других лакомств, вкусняшек и кормов. И очень редко я даю им вот что-то подобное. Сейчас замешаем наш соус, чтобы это действительно было похоже на пиццу. Как вам ваш соус для пиццы? И мне не бежит скорее попробовать соус. Так, вам нравится? Вам нравится наш продукт? Окей. На эти ролики попробую залипать, где люди такими штуками специальными размазывают соусы. Вот признайтесь честно. Но это же прикольно, это же весело. Я когда смотрю на какие-нибудь прикольные картинки, там, как кто-то сделал своей собаке домик своими руками, как кто-то испек своему котику печеньки, как кто-то связал, сшил своему песелю свитерочек. Классно, можно провести время, развлечься, еще и сделать что-то такое своим пупсиком пушистым. Я хочу попытаться сделать края для пиццы. Ой, я прям рада, посмотрите, она прям похожа на пиццу, реально на пиццу похожа. Так, теперь нам нужно начинить нашу пиццу чем-нибудь вкусненьким. Наша королевишна вдруг проснулась, неужели? Киса-листа. Смотри, морковка. Морковка. Эй, вот это морковка. Что такое? Ты морковку хочешь? Я думаю, Алиса проснулась, почувствовала запах сметаны, но поняла, что опоздала и теперь капризничает. Что это у тебя тут такое, Алиса? Что это? Господи, Алиса, ты что меня позоришь, а? Собакам нельзя сыр. По крайней мере, в том количестве, в котором его добавляют в пиццу, то есть просто его насыпают, в таком количестве собакам нельзя сыр, потому что сыр соленый, сыр острый. Поэтому я решила, что сыр у нас будет изображать морковка. Посмотрите, она реально сейчас попытается ее унести, она реально попытается ее забрать. Юли, Юли, что ты делаешь? Не удержала. Господи, они все такие смешные, когда держат такой огромный. Морковь порты пытается все ее уйти. Софи, 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 стой! Это не я, это не я, это не я. Киса Алиса пришла за стол с таким типо видом. Эй, официант, еды подай, и все, он такая за стол. Посмотрите, она реально сидит с лицом, как будто ей должны тут что-то подать. Алис, хочешь клеточка? Попробуй. Нет, Алиса, ты не будешь перчиком. Алиса почувствовала запах индейки. Один из ингредиентов у нас будет сладкий перчик. Его собакам можно в небольшом количестве. Я окружена. Слева сидят четверо и смотрят на меня с лицами, типа, когда уже будет вида? Справа сидит Алиса. Так, переходим к мясу. Мясо у нас самое диетическое и лучшее, наверное, для собак. Это филе грудка индейки. Ай, Алиса очень ее хочет. Я придумала новую рубрику. Знаете, сейчас модно снимать там, кто что выберет. Можно снимать такое же про собак и кошек. Что выберет кошка? Кусочек индейки? Да. Она пьетилась. Очень она любит сырое мясо. Душу продаст. Мать продаст за сырое мясо. Все. Кончилось? Софиш, танцуй. Молодец. Миш, проси. Молодец. Эйва. Алиса! Алиса, ты беги! Она его слизывать начала. Это сыр. Верьте в это. Петрушка. Мне кажется, очень похоже получилось. Вот такой вот я сделала ролл для киса Алисы с кусочком. Курица и зеленью. Я нарежу ее обычным ножом на четыре кусочка для всех. Смотрите, какой вот реально такой вот кусочек пиццы треугольненький, тоненький получился. И, Вася, поздравляем тебя с днем рождения. Эйва. Честь восьмилетия. Пицца для всех. Они поглощают ее с нереальной скоростью. И, конечно же, никто не ест никакое тесто. А, Юми, Юми, прям как мы с вами. Я не знаю, как вы с вами или нет, но я обожаю вот эти корочки. Самое вкусное – это обгрызать корочки. Юми делает именно это. Она обгрызает корочки. Она пытается съесть тесто. Эйван тоже обгрызает корочку. Причем у Эйвана еще есть мясо, но он обгрызает корочки. Прикол? Юми, ну ты поросенок. Что ты делаешь? Давай я тебе лайфхак. И можно вот так вот есть, да, Покемон? Прикол? Юми не любит, видимо, сладкий перец. Она единственная, кто не доел сладкий перец. Миша тупо выбрала курицу и соус. Она не ест ни корочки, ни перец. Так, Софиша там все аккуратненько подъела. И ровно треугольничек пиццы у нее остался. И она теперь тоже пытается отгрызать корочки. Юми быстрее всех съела пиццу. Челлендж, кто быстрее съест пиццу? И это был Покемон. Вон, Юмичу съела быстрее всех. И насвинячила она больше всех. Все, и Эйвен съел всю пиццу. Миша не доела. Но вот сейчас она начинает догрызать перчем. Юми, Юми, Юмичу. Ах ты позорница. Хотела отобрать у Миши ее пиццу. Я честно, откровенно, ребят, в полном шоке. Они настолько быстро это сделали. И я больше всего удивлена тому, что они съели все, полностью, всю пиццу. Это твой кис Мяуру. Держи. Интересно, киса Алиса будет доедать все вместе с тестом? Или она тупо вытащит мясо? Ну, по крайней мере, мы сможем поделиться этим тестом с теми, кто особо... Это нагло, Юми. Ты просто самый наглый на свете покемон. Я тебе говорю, нет, а ты продолжаешь. Последнее отобрать у другого. Пол придется мыть после тебя, Юмичу. Я тебе дам. Проверим сейчас кисариса. Мне кажется, не съест тесто, я тебе дам. Это какой-то прикол. Они все едят тесто. Я не понимаю, что они делают. Почему они едят тесто? Они едят тесто с таким удовольствием, как будто это мясо. Я первый раз вижу такое, чтобы люди так ели кашу. Покемон-поросенок просто жуткий. Все, рассменячило тут. Все, держи. И приберу, а тут тоже помойка. Ну и в честь такого праздника я изображу, как я озвучу у Эйвона. Так, неужели все сожрали и подарков не подарили? Пожрать только дали, а подарков не подарили. Че, а ты будешь, что ли? Тут подарков нет. Блин, ну ладно. Эй, этот галстук заколебил меня. Ань, это, а че, Ань, Ань, подарков не будет, да? Сними галстук хотя бы тогда. А я тебе пиццу целую сделала. И че, это все, что ли? Это, ну, все, да. Ну ладно, ну, ну ладно. Жалко, конечно, 8 лет исполнилось все-таки. Переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах. И увидимся скоро в новых видео. Не будем имениннику мешать доедать его вкусняшки, потому что он так это делает, мило. Пока!